Привет всем! Я давно вам обещала показать, как я стригу сама себя, сама себе волосы. Получается что-то типа каскада, лесенки, ну, такая очень красивая прическа, стрижка, в которой есть слои. Так вот, сейчас покажу. Стригусь я в несколько этапов. Есть очень много видео на ютубе. Я совместила многие из них, и мне понравился очень результат. Так что сейчас буду показывать. Волосы как раз не свежие уже, на них стричься будет удобнее, чем на свежих. И первое, что я делаю, я разделяю волосы на две половинки, очень хорошо их прочесываю и собираю в низкий хвост сзади. Ровно посерединке, то есть там. У меня такая большая резинка, в принципе, можно воспользоваться любой. Дальше. Я одеваю более тонкую резинку, стараюсь это сделать ровно, на хвост уже чуть пониже. Вот так. И подвигаю ее вниз. Тоже старайтесь делать все ровно, без загибов, ни в какую сторону. Все. Можно подвинуть еще ниже, но я делаю так. Дальше. Перекидываю хвост вперед и отстригаю именно длину, какой бы я хотела длины, чтобы у меня были волосы. Слои будем делать дальше. Это именно длина, которая будет, например, на спине отображаться. Я сейчас хочу отрезать, наверное, сантиметра три. Дальше будем подравнивать. Так, все. Супер. Подрезали. И получается вот такой вот хвостик сзади. Он более-менее ровненький. Дальше будем подравнивать все это впереди. Так. Распускаем все. Волосы поделены на две части. Делим их до конца. И разделяем на две стороны. Хорошенечко их вычесываем. Вычесываем и с одной, и с другой стороны от самой макушки. Смотрите, чтобы у вас они прям вот вычесаны были. С одной, с другой стороны. И когда вычешите волосы, я их еще немножечко вытягиваю вот так вот руками, чтобы точно видеть все, что есть. Так, смотрите. Когда мы их вычесали, у нас теперь видно волосы, которые мы отстригли. Они короче. Вот, смотрите. Видите, вот эти длиннее, вот эти короче. Это волосы, именно какой длины у нас они должны быть. Вот это лишнее мы сейчас обрежем впереди. Вот так вот ровно. Не срезайте вот эту длину. Вообще, оставляйте ее. Сейчас, где тут самые короткие. Так, сейчас, сейчас, сейчас. Самые короткие, самые короткие. Ориентируйтесь на самые короткие. Сейчас они у меня тут перемешались. Вот. Ориентируемся на самые короткие прядки. Вот они. Вот на них и смотрим. Вот. Ой, господи. Да, внимательно. А то перемешаются, обстрижайте больше, чем следует. Вот. Вот как-то так. Вот. Ориентируемся на них. Все остальное срезаем ровно. Можно намочить. Так будет, наверное, даже четче. Главное, не вертите головой ни влево, ни вправо, когда будете стричь. Голова должна быть ровно. Когда стрижете с левой стороны, голова должна быть ровно. И когда стрижете с правой стороны, голова должна быть ровно. Оттягиваем и прижимаем. Смотрим, где самые короткие. И отстригаем. Есть. Дальше. Берем вторую часть. Голова ровно. И натягиваем. Смотрим, где самые короткие были и обстригаем по ним. Есть, отстригли. Теперь смотрим, чтобы было ровно слева и ровно справа. Сравниваем, что получилось. Так, натягиваем. В идеале должно быть ровно всё. Вот эту можно чуть подстричь ещё. Капельку. Только немного. То же самое вычесываем. Не переборщите, лучше не достричь, чем перестричь. Чуть-чуть. Так, смотрим. Всё. Ровно. Плюс-минус волосики пушатся, поэтому... Если где-то что-то неровно, снова делите на две части и подрезаете. Получается, смотрим, что получается сзади. Расчёсываем обязательно. Без расчёсывания смысла. Сейчас я вас возьму. А то я ничего не увижу. Всё. Всё. Ровный срез. Ровный срез. По бокам слегка он получается полукругом. Теперь как сделать слои. Чтобы не состричь лишнего и потом не ужаснуться, я у себя выбираю чёлку. Ну, так называемую чёлку. Где-то беру не от середины головы, а так вот, чуть-чуть отступя, где-то сантиметра, наверное, два-три. Такой полукруг. Это будут наши самые короткие прядки. Это те пряди, которые будут у лица. То же самое. Хорошенько их вычёсываем. Прям совсем точно не надо, но так. Вычёсываем, смотрим. Натягиваем. Сколько и чего. У меня они сейчас вот такие. То есть от подбородка ещё прилично остаётся. Я бы хотела сделать чуть-чуть покороче капельку, чтобы я их продолжала убирать в хвост. Кто убирает хвост, померяйте в хвост они будут у вас уходить или нет. Вот. И чуть-чуть их тоже подрезаю. Это будет наш минимум, за который мы выходить не должны. Чуть-чуть. Я сниму где-то, наверное, сантиметр, не больше. Просто, чтобы оздоровить. Всё. Сняла чуть-чуть совсем. Так, всё. Это наш минимум, за который мы не выходим. Дальше. Перекидываем все волосы вперёд. И разбираем их вот здесь, посерединке головы, от шеи до макушки, на прямой пробор. И вычёсываем. Самое главное, когда вычёсываете, не наклоняйтесь слишком низко. То есть, никаких вот таких наклонов совсем головы вниз. Держите лицо параллельно полу. Так, вычёсывали. Собираем волосы в хвост. В хвост собираем и продолжаем вычёсывать. Что-то будет выпадать. Пусть выпадает. Не страшно. Значит, оно короче, чем нам надо. Пусть от таким и остаётся. Так, вычёсывали. Вычёсываем не внизу, не вот здесь перед носом, не вот здесь на макушке. Вычёсываем вперёд. Вперёд. По направлению взгляда. Завязываем, когда вычёсывали. Завязываем чётко посерединке. У меня остаётся расстояние здесь. Я не завязываю их прям возле лба. Так, сдвигаем чётко вперёд. Оставляем небольшой хвостик. Пошелестите этим хвостиком и найдите более короткие пряди, которые мы стригли возле лица. Они где-то внутри будут. У меня они вот. Сейчас покажу. Поверну хвостик. Разбираем наш хвостишко. И вот они. Вот они, коротенькие. И по ним отстригаем всю длину. Весь хвостик. Их только не обрезайте, короче. Так, плющим хвостик руками, пальчиками. Если у кого-то густота не позволяет, плющите чем-то другим. И отстригаем. Вот у меня не режут сразу всю густоту. Всё, ровняем. Особо там сильно, в принципе, не подгадываем, потому что длинный волос, а это прическа для длинных, на нём всё равно не будет этого видно. Плюс-минус, так, подрезаем их. Так, я ещё поделю на две части и ещё каждую часть обрежу. Тоже сплющу и обрежу, потому что не очень ровно получается. Ровный хвостик. Снимаем. Расчёсываемся. Желательно моем голову после этих манипуляций, чтобы волосы уложились так, как надо. Небольшая лесенка будет у вас готова. Хотите больше лесенку, срезайте вниз головой вот эту вот больше. Я много не люблю. Всё, при этом, когда вы режете чуть-чуть срез вниз головой, у вас общий срез не трогается, он остаётся таким же. Сейчас покажу. Облегчаем нижнюю часть, мы просто облегчаем корни, и всё. Ой, корни, кончики облегчаем. Всё, я ещё могу иногда подровнять их чуть-чуть, капельку. Если кто хочет подровнять, подравнивайте, вот так вычесываете пряди, часть прядей, вытягиваете пальцы параллельно голове. Вот, вот так зажали, параллельно голове. Не так, не так, параллельно голове. И волосы перпендикулярно, ой, пальцы параллельно, прядка вытягивается перпендикулярно поверхности головы. И хорошо натягивается. Хлоп. В принципе, вот это можно срезать. Ну, вот эти можно срезать, но я не буду, наверное, этого делать. Пусть так остаётся, как есть. Может быть, потом подрежу. Чуть-чуть облегчила, и всё, хватит. Так, я уже высушилась, смотрите, что получается. Здесь длинный волос и укороченная часть, шапочка так называемая. Вот, здесь тоже самое. Шапочка, вот она идёт, коротенькая. И длинный волос постепенно переходит из длинного в шапочку, из шапочки в длинный. Так, и сзади. Сейчас покажу сзади, как это выглядит. Я, правда, затылок не накручивала практически. Так, чуть-чуть прошлась, и всё. Сейчас, секундочку. Вот здесь я не накрутила, но они здесь тоже коротенькие. Не накрутила просто. Ну, вот, получается вот так. По краям волосики более-менее, более такие короткие получаются. Смотрите сбоку. Часть длинная, часть короткая. Ну, то есть, шапочка, и от шапочки вниз расходящиеся. Такие более короткие пряди, более длинные прядки. Получается что-то типа каскада. Вот так. Вот так и стригусь регулярно. Мне нравится.